Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня я вам расскажу, как набрать 4000 часов для подключения монетизации. Вы меня очень просили записать этот ролик. Я для вас записываю. Здесь у меня тетрадка, я буду периодически сюда заглядывать, чтобы ничего не забыть. И, конечно же, самый первый момент – это удержание аудитории. То есть вы выкладываете ролик, если вы выкладываете ролик, я уже об этом, кстати, говорила в других роликах, но расскажу еще раз. Вот, если вы будете выкладывать ролик каждый день, то это будет хорошо. Аудитория будет уже ждать ваш ролик, допустим, каждый день в 10 утра у вас выходит ролик. Это супер, это шикарно, в принципе, так надо. Если тем более у вас канал очень маленький, у вас очень мало подписчиков. Вот, если у вас прям канал уже большой и смотрят вас там уже больше 350 человек там и больше даже там, тогда вы можете договариваться с подписчиками и, допустим, выкладывать там по пятницам. Ну, они уже будут знать, как делают это, в принципе, известные блогеры. То есть они уже в четверг в обсуждениях пишут, мол, завтра, в пятницу выходит новый ролик. Ставят там какую-нибудь фотографию, то есть вот так вот. Но, если у вас канал маленький, то лучше выкладывать ролик каждый день, пускай он у вас будет там по пять минут, по три минуты, но каждый день. Так вы удержите свою аудиторию и она, как бы, люди будут ждать. Они не будут там убегать, а то там многие просто могут про вас забыть, если вы будете выкладывать раз в неделю или раз в месяц, допустим. Ну, это будет считаться, как канал брошенный. То есть, ну, человеку это не особо надо. Он так вот, вроде, ну, выложу, ну, ладно, там, выложу, пускай будет, там, вроде, надо ему, я ему вот выложу. То есть, вот, это первый момент. Второй момент у нас, получается, взаимные подписки. То есть, в принципе, я об этом тоже говорила. Когда вы, у меня, допустим, было, как, у меня было там 3000 часов с чем-то, там, 3700, по-моему, я начала набирать взаимных подписчиков. Они ко мне приходили, смотрели там ролик полностью, там или не полностью. И буквально там за короткий промежуток времени у меня сразу появилось 4000 часов. То есть, все. Мне YouTube сказал, монетизацию можно подключать. Я даже, в принципе, не ожидала. Поэтому взаимные подписки очень помогают, потому что человек к вам приходит, и он смотрит полностью ваш ролик. То есть, у вас ролик там 10 минут, 20 минут, там, 30 минут. Но лучше сначала начинать 10 минут. Больше не надо, потому что смотреть никто не будет. Вас мало знает кто. И просто человек не готов тратить своего времени, 20 минут на ваш ролик. Помимо вас, у него есть еще другие люди, которых нужно тоже посмотреть. Поэтому старайтесь унести в 10 минут, не больше. Ну, там, максимум 11-12 минут. Так, и также у нас третий момент. Это сайт YouMonster. Про него был заснят отдельный ролик. Там же вы можете также набрать просмотры, подписчиков, лайки, дизлайки. Конечный застав. Я оставлю на него ролик. Посмотрите. Быть может, вам он пригодится. И у нас с вами четвертый момент. Это ролик. Контент. То есть, тут вы должны выбрать ключевую тему, которую на данный момент ищут все. То есть, это может быть рассада, как сажать, если у вас лето. Если это осень, там, не знаю, как быстро перенести тыквы, например, там, я не знаю. Или куда деть урожай, что с ним делать. Там, может быть, если это осень, допустим, как законсервировать, как заморозить. То есть, вот это вот так вот, да. Также вы можете записать обзор на технику. То есть, появился новый телефон, только что там вышел, вы его покупаете. Ну, у вас, допустим, была эта плановая покупка. Делайте обзор, только обязательно в обзоре пишите, какой телефон. Там смартфон такой-то, такой-то. И на аватарку видео ставите коробочку этого телефона. Ну, или видеокамеры, где видно какой-то телефон. Либо сам уж этот телефон этот. То есть, обязательно, обязательно пишите ключевые моменты. Обязательно пишите, то есть, тему ролика, вернее, название ролика. То есть, смартфон, там, допустим, Honor 9 Lite. То есть, обязательно это прописывайте. Honor на английском прописывайте, потому что человеку будет удобнее найти именно так. Пока я там набирала взаимных подписчиков, я очень-очень часто встречала, человек там месяц назад записал ролик на экшн-камеру, а у него там 10-20 просмотров. Потому что он просто написал обзор на экшн-камеру. А на какую камеру экшн? То есть, человек, допустим, хочет купить экшн-камеру. Он в поиске в Ютубе вбивает там экшн-камеру, допустим, GoPro, такая-такая-то. И все, ему вот они выходят. А как он найдет этого человека? Он же не объедет просто обзор экшн-камеры. А какой именно? Естественно, вот тут сложно. Обязательно вписывайте. Также теги. Обязательно теги. Пишите их побольше, чтобы они были. По ним люди тоже находят ролики. Не забывайте писать. Хэштеги, допустим, правильно. По ним тоже находят ролики. То есть, и тут, и тут обязательно нужно. Также я знаю, что хэштеги, и я сейчас также, кстати, стала делать, ставят в названии ролика. Не знаю, может быть, это тоже помогает. То есть, пробуйте вот так вот. Также, допустим, вы можете записать видео повторно. У вас, допустим, был в прошлом году, допустим, вы записывали ролик, как засолить грибы. Ну, тогда это было тогда. То есть, там это были те подписчики, которые смотрели. Сейчас у вас уже новый, и вы можете тот же самый ролик, именно заново его записать, как вы засаливаете грибочки. И у вас будут еще будут просмотры. То есть, не тот ролик заново в выкладе, по-моему, даже Ютуб так не разрешает, а именно заново записать. То есть, это вот, кстати, проходит. У меня был как-то раз ролик. Я сделала обзор на Ролтон. Там вермишелька Ролтон. Потом я пошла в магазин, и так получилось, что я заново ее купила. Я не знала, что я уже сделала на нее обзор, заново ее купила, заново сделала обзор. И только потом я поняла, что на ту у меня почти не было просмотров, а на эту у меня целых 50 просмотров. То есть, они две абсолютно одинаковые. И, блин, вот так получилось. Вот, то есть, допустим, вот так вот можно сделать. Допустим, или какой-то у вас ролик, там очень-очень много просмотров постоянно, вы можете второй такой же ролик записать. Или вторую часть этого ролика. Допустим, у вас был обзор там на синтезатор, например. То есть, вы первую часть там у вас была. Вы можете потом подписать, что это была первая часть. И решили записать вторую часть. Вы что-то там узнали в нем такое супер-новое. Записывайте вторую часть. Потом в конечной заставке ставите этот ролик. И, то есть, люди потом переходят и смотрят еще добавок вот этот ролик. То есть, можно такой вот момент. То есть, допустим, я делала на видеокамеру, когда у меня появилась вторая видеокамера, я потом делала еще обзор, сравнение, обзор сравнения камер, какая лучше. То есть, уже отдельно и на ту камеру, и на эту камеру у меня есть обзор. И плюс сравнение. То есть, это очень интересно. Даже интересно даже это все делать. Вы точно так же можете. Обзор на телефон там. Если, допустим, у вас покупки в ближайшее время, допустим, не будет, может быть, ваши родственники купили телефон, попросить у них, мол, да, я сделаю. Лучше всего, конечно, делать обзор именно, когда ваша покупка закрыта. То есть, не так вот, я ее уже там ею попользовался, я ее уже открыл, там, что-то это. Ну, давайте так уж и быть, я вам сделаю обзор. Ну, типа, как одолжение. Это уже, честно говоря, немножечко другое. И большинство людей не будут досматривать ролик до конца. То есть, как получается, он открывает коробку, и тут он понимает, что половины комплектации здесь не хватает. Что он там шнур какой-то потерял. И начинается вот этот, вот, там был шнур, я его потерял, не помню какой был. Где-то он лежит, сейчас пойду возьму. То есть, вот это вот все очень-очень долго и муторно. Хочется просто посмотреть ролик, как бы потратить на это время определенное. Увидеть, а не ждать человека, пока он там куда-то там сходит, там подумает, придумает что-то. То есть, это все очень сложно. Вот, то есть, вы должны об этом знать. А также обзоры на продукты. Я могу, конечно, отдельный ролик на эту тему заснять. У меня очень много обзоров на продукты, но там, конечно, тоже есть всякие свои нюансы. Можете сделать обзоры на продукты, допустим, на новинки, и больше всего смотрит. Только обязательно подписывайте в тегах, что это новинки, и также название ролика, что это новинки. То есть, можно такой момент, но там, конечно, тоже есть разные свои нюансы. И на ютюбе я замечала, что практически нет таких людей, которые могут записать такой ролик, который, как бы, не шуточный. Именно не шуточный. Вот, а который действительно, реально, это обзор, как обзор техники, так же обзор продуктов. По-моему, не знаю, мне кажется, я единственная такая. Да, еще, кстати, обзор покупок из фикс-прайса. Именно обзор покупок. А здесь, кстати, больше всего смотрят такие ролики. То есть, как-то фикс-прайс, получается, что он дешевый, и, скорее всего, там какая-нибудь фигня. И поэтому просмотров больше. Ну, и интересно, что человек купил, что вообще покупает. Вот, так же, допустим, мы записали обзор, вы можете вот перед камерой сесть, если вы ее не стесняетесь. Если вы там до смерти боитесь эту камеру, вы можете просто ее наставить на стол и вот так вот показать, что вы там купили. Вот, подписать, если вы боитесь, там, что ваш голос, потом узнают соседи, у вас там найдут чего-то там. Не знаю, что там боятся люди, честно говоря, напишите в комментариях. Вот, почему они так боятся даже говорить на камеру. Вот, и потом этот ролик вы просто опубликовываете в группе, в контакте фикс-прайса. То есть, делаете полностью фотографии тех покупок, которые вы сделали. Туда опубликовываете фотографии. А свой ролик можно в комментарии. Только единственный момент. Лучше всего создать отдельную страницу ВКонтакте, потому что вас могут там заморозить. То есть, не своей, которую вот обычно вы делаете, а лучше отдельно, потому что будет обидно. Там первое время, по-моему, на пару дней морозит, потом на неделю морозит, потом на две, потом на месяц могут заморозить. И вот так вот оно идет. Ну, не знаю, пока не мере раньше так было. Сейчас, честно говоря, не знаю, как там. Наверное, как-нибудь точно так же. Сейчас там запрещено ролики выкладывать. Ну, периодически я выкладываю. Если мне нужны просмотры, я там выкладываю. То есть, ну, блин, вот как-то вот приходится делать это все раз в месяц. Что-то такое вот. То есть, вот это, кстати, очень гениально. И там просмотров можно набрать от 300 до 20 тысяч, если вы прям будете этот ролик, наверное, пихать там везде. Ну, там блогеры более такие, у кого много подписчиков, то как бы да, можно. Там уже зависит от качества заснятого ролика. Вот. Так же, конечно, трансляции, эфиры. Большинство, я вижу, люди просто ее включают и молчат. И просто сидят, смотрят на эту камеру или занимаются своими делами и просто молчат. А, честно говоря, это неинтересно. То есть, ну, я понимаю, конечно, они ждут людей, пока они там придут. То есть, это можно прожидать и 10 минут, и 20 минут. А когда заходит другой человек, допустим, уже посмотреть запись трансляции этой, да, он сталкивается с такой проблемой, что ему нужно перемотать как раз вот именно то, что нельзя делать в Ютубе, чтобы засчитались эти часы, перематывать нельзя. Вот. И он ждет, ждет, ждет там минуты, две, три, а человек все молчит и молчит. Ну, неинтересно. Ну, что, он будет сидеть 20 минут ждать, пока он там поболтает, что ли? Ну, вернее, начнет разговаривать? Нет, конечно. Вот начинает все это вот перематывать, там, перематывать, искать, где же он уже там начнет болтать. А представляете, если вот эта трансляция там длится 3 часа. И вот вы будете там вот это вот все перематывать, уже как-то искать, ну, где же, где же, где же. Поэтому здесь, конечно, обязательно нужно, то есть, вы включили трансляцию, и вы начинаете разговаривать с камерой, да, там никого нету. Ну что ж теперь, вы что-то говорите, какая у вас погода, как вы себя чувствуете, что-то рассказать на камеру. То есть она, трансляция у вас сохраняется. И, кстати, именно после этой трансляции, когда она сохранится, ее смотрят больше народу. Вот я у себя, кстати, заметила. У меня было даже 60-65 человек смотрели. Если мой обычный ролик, конечно, меньше смотреть, то трансляцию побольше. Чтобы человеку не пришлось все-таки перематывать. Поэтому вы разговариваете, потом вы видите, что там будет видно, прибавился один человек. Вы с ним здороваетесь, сразу он прибавился. Там, допустим, напишите, из какого вы города, напишите, какая у вас погода. Ну, не знаю. Если вы собираетесь включать трансляцию, вы должны уже знать, о чем вы будете разговаривать с людьми. Какая у вас тема. А также эту тему обязательно нужно будет написать в названии ролика, какая у вас тема. Может быть, какая-то супер актуальная такая, которая сейчас проходит ближе к лету, к зиме, к весне. То есть, это тоже нужно будет обязательно. Обычно это пишут, там, познакомимся давайте, там, вот что-нибудь вот такое. Вот. И шестой момент, это у нас страйк. Сейчас вы, наверное, мне скажете, Наташ, о чем ты? Мало кто знает, что такое страйк. Причем, как бы, это название такое, блин, что-то, знаете, это мне напоминает, это какую-то игру просто. Там вот что-то такое. Страйк на Ютубе – это нарушение. То есть, прежде чем создавать свой канал, вы должны прочитать правила Ютуба. Если вам читать их лень, вы можете посмотреть ролик. Есть блогеры, известные блогеры, которые об этом, обо всем говорят. Мне, например, было лень прочесть. Там действительно очень много все это, ну, некогда все это читать, честно. Я просто посмотрела ролик, и некоторым правилам я уже, как бы, некоторые правила я уже соблюдаю, стараюсь. Такие, которые могут быть на моем канале. Если у вас, допустим, контент, то есть, влог, да, детский, то, блин, вот два момента я вам скажу точно. Первый момент. Детей вы когда снимаете, дети, во-первых, должны быть в длинных шортах. Они не должны быть в трусах, без трусов бегать, там, то есть, все вот это вот. И у них не должны вот тут вот открытые быть плечи. То есть, у них должна быть маечка. Или там у вас голышом бегает. Также второй момент – это музыка. Музыка должна быть в вашем ролике, скачана из фонотеки Ютуба. То есть, ну, представляете, обидно, допустим, вы на данный момент развиваете свой канал, сутками там целыми напролет сидите, эти взаимные подписки, там, туда-сюда. И потом в какой-то момент вам приходит страйк. То есть, страйк приходит, и получается так, что у вас просмотры уменьшаются. Резко уменьшаются. И, то есть, вы как будто бы, знаете, попадаете обратно туда вот в начало, когда вы создавали свой канал. И опять начинаете вот это вот все заново по ступенькам идти вверх. То есть, это все очень сложно. И, честно говоря, лучше нарушений не допускать. Поэтому музыку, пожалуйста, скачивайте с фонотеки Ютуба. Она там есть, она очень легко там скачивается, буквально одним нажатием. Там уйма сейчас много разной музыки, новинки появляются постоянно. Поэтому, я думаю, вы что-нибудь себе подберете. Также есть другой момент, допустим, если вы были на каком-то там празднике, на Масленице, например, да, там играла музыка, и, конечно же, вам не хочется это все убирать и вставлять какую-то другую. При монтаже можно просто эту музыку немножечко растянуть. Она будет немножечко либо побыстрее играть, там, либо помедленнее, там, вот что-то такое вот примерно. Тогда Ютуб этого как бы не найдет, там, эту музыку, и у вас не будет нарушения. То есть, можно вот такой момент. Я иногда такими моментами пользуюсь, но стараюсь, как бы, чтобы у меня такого не было, потому что мне это не надо, честно. У меня были страйки. А, да, также Ютуб. Не знаю, как сейчас, но раньше было три страйка, и ваш канал удаляют. У меня уже было два. Два, по-моему, было, да. То есть, три страйка, и ваш канал удаляют. Удаляют. То есть, вот так вот. Поэтому следите, смотрите, чтобы у вас такого не было. Ну, правда, будет просто обидно. Хотя, в принципе, да, канал удаляют. Потому что у многих блогеров известных получается так, что периодически бывает, канал удаляют, и они начинают заново создают канал, опять заново загружают свои ролики, опять заново начинают набирать людей. То есть, вот это вот все заново, 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 заново. И это довольно сложно. Чтобы вот этого вот всего не было, просто скачайте эту музыку и поставьте туда. В любом случае, вы ролик этот монтируете. А скачать музыку легко, вставить ее легко. Вот. То есть, вот так вот. Если вам нужна, допустим, интересно, в какой программе я монтирую, я могу записать это отдельный ролик. Напишите в комментариях, хотите вы или нет. Или давайте так, наберем 15 лайков. 15 лайков с вами наберем. И тогда я выложу следующий ролик, в какой программе я монтирую. Это довольно очень просто, легкая программа. Единственная, которая именно мне подошла. На сегодня это все. Ставьте 15 лайков. Я вам запишу следующий ролик, в какой программе я монтирую. Вот. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с уночком живем, путешествуем, отдыхаем, развиваемся. Вот. Мои обзоры на технику, на продукты. На продукты из фикс-прайса, светофора Победы, живопись там, кулинария есть. То есть, на моем канале уйма всего. Обязательно подписывайтесь. Я думаю, еще будет много таких роликов о помощи, набирания людей, просмотров. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Альтмания. Альтмания.